К нам, кстати, присоединяется наша гостья прямого эфира. Это солистка Крымской государственной филармонии Ирина Бараховская. Доброе утро! Доброе утро! Мы уверены, что мы вас сейчас услышим и пока хотим узнать, как начался ваш день, как вы проводите время, пока сидите дома. И сидите ли вы дома? Ну, в принципе, да, я сижу дома, как большинство граждан нашей страны. Ну, достаточно много занятий оказалось на самоизоляции. Это и рассудчивание таких самовых произведений, и домашние заботы, и общение с близкими. Ну, правда, по скайпу, но все равно. Ну, вот видите, хоть вы саморазвиваетесь и занимаетесь самообразованием. Мы с Сашей только что общались на тему того, как много свободного времени появилось, и как мало желаний его проводить с пользой сейчас. Ну, если хоть кто-то занимаетесь... А программу какую-нибудь конкретную, может, тематическую? Какие произведения разучиваются? Ну, мы сейчас... Я сейчас лично занимаюсь большим концертом из оперет. Аперетта — это венская оперетта. В основном это Штраус, это Олигарм, это Кальман. Вот, очень сейчас активно прорабатываю произведения Бетховена, Моркерта. То есть, ну, музыки очень много, в союзе очень много. А давайте тогда сделаем вот что. Давайте, может быть, посоветуем список, небольшой списочек композиторов, которых лучше всего слушать во время самоизоляции, находясь дома, чтобы расслабиться и ни о чем не думать. Ну, если расслабиться, ни о чем. Ну, самый позитивный, на мой взгляд, для самоизоляции — это Моцарт. Он самый оптимистичный, и у него достаточно такая музыка, которая поднимает настроение, и как бы будет столько лучше в человеке. Отлично. А что-нибудь... Сейчас все в социальных сетях хвастаются, кто лучше приготовит блюдо из гречки, или кто интереснее приготовит какое-нибудь, не знаю, пирожное, тортик, кулинария. Что по поводу кулинарии? Чем-нибудь занимаетесь? Экспериментируйте. Ну ладно, это как в интернете уже гуляет же выражение о том, что весеннюю одежду покупать не стоит, а по поводу размеров летней еще мы не знаем. Подумаем. Размеры летние еще никому неизвестны. Это как-то на будущее все-таки. А то можно так вообще не забрать размером. Все верно. Знаем, что вы хотите сегодня прочитать нам стихотворение. Какое именно произведение выбрали? Что ждать нашим телезрителям? У меня есть очень такой любимый поэт, он зовут Саша Черный. Это замечательный русский поэт, серебряного века. И я вам прочитаю стихотворение, которое называется «Пробуждение весны». Хорошо. И мы готовы уже послушать. Вчера мой кот взглянул на календарь и хвост трубой поднял моментально. Потом подрал на лестницу, как стай, и завопил тепло и ваканально. Весенний брак, гражданский брак, пишите кошки на чердак. И кактус мой, о чудо и чудес, залепить чаем и коктейной кущей. Как новый лазер взял, да и на крест. И с каждым днем трет из земли все пищи, зеленый шум. Я поражен, как много дым наводит он. Уже с панели слившуюся дрянь, ругая всталовая двори колесии. Уже ко мне зашел сегодня князь. Взял теплый шарф, и лыжи беговые. Весна, весна, пою как бард. Весите в зимних ламб в ломбард. Сияет солнышко, ей-богу, ничего. Весенняя лазурь спутила дым и копоть. Мороз уже не щиплет никого. Но многим нечего, как и в море лопать. Деревья ждут, у нее вода. И пьяных больше, чем всегда. Создательные, спасибо за весну. Я думаю, что она не возвратится. Но дай сбежать весну и тишину. От клуба дня, холеры и столицы. Весенний ветер за дверьми. Скоро слюбиться. Черт возьми. Спасибо большое. Отличное весеннее стихотворение. Создает отличное весеннее настроение, даже находясь здесь на самоизоляции. Спасибо. Хорошего дня. Отличного настроения. Ирина Бараховская. Взаимно. Оставайтесь дома. Спасибо, да. С вами была на связи солистка Крымской государственной филармонии Ирина Бараховская. Спасибо.